ПЕСНЯ Приветствую все собрание именем Господа нашего Иисуса Христа. Снова Господь дарует нам субботний день, и снова Он приготовил нам свои богатые благословения, в Его Слове, в общении друг с другом, также в поклонении, которое мы имеем в этот день, и также в Доме молитвы. Мы с вами несколько вечеров рассматривали, изучали вопрос судного дня и вопрос служения в народе израильском во времена Моисея, служения, очищения святилища. Мы с вами говорили о тех прообразах, о том, что сейчас происходит в небесном святилище. И вообще эта тема судного дня, она имеет очень много в себе очень важных уроков для нас. И фактически то, что мы читаем с вами в книге «Левит», то служение, оно является тем прообразом того, как Бог закончит совершать план спасения человечества. И мы с вами говорили о том, что в этот день происходило два важных события. И для нас, как верующих, они имеют очень большое значение. Первое, что мы с вами говорили, это то, что там, в небесном святилище, происходит оправдание верующих. Спорным вопросом последнего времени будет не то, имеем ли мы право на вечную жизнь. Бог должен заставить замолчать сатану, который клевещет на народ Божий. Поэтому мы нуждаемся в адвокате, и Христос совершает это удивительное служение, ходатайство за каждого из нас. И мы имеем в этом благословение. Сатана день и ночь обвиняет нас, но Иисус, наш ходатай, наш первосвященник, Он совершает оправдание нас. Согласно книге пророка Даниила, мы видим, что суд будет в пользу верующих. И для нас это очень большая надежда. Второе событие, которое мы видим с вами, которое открывается, вторая истина, когда мы размышляем о служении в тот день, это то, что в день примирения ответственность за грех, который Бог принял на себя, будет переложена на сатану. Это вопрос, который мало кто понимает из протестантов, одни адвентисты говорят об этом. Но мы имеем эту удивительную истину, и мы видим ее на свобовании Слова Божьего, что ответственность за грех, она будет возложена на сатану, на автора, на родоначальника греха. И что произойдет? Вся вселенная увидит, кто является на самом деле ответственным за грех, чтобы небесное святилище очистилось. Без этого великая борьба не сможет окончиться. Сегодня мне хотелось вместе с вами рассмотреть вопрос того, как этот день примирения влияет на нас, живущих в это последнее время. Когда мы читаем с вами книгу Левит, 16 глава, мы читаем с вами, что народ Божий делал в это время. Левит, 16 глава, 29 и 31 тексты. Левит, 16 глава, с 29 по 31 текст. Божье постановление было таково. «И да будет сие для вас вечным постановлением. В седьмой месяц, в десятый день месяца смиряйте души ваши и никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришелец, поселившийся между вами. Ибо все день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы чисты были пред лицем Господним. Это суббота покоя для вас. Смиряйте души ваши. Это постановление вечное». Итак, мы видим с вами, что от народа Божьего требовалось две вещи. Во-первых, необходимо было смирять свои сердца. Следующее, в другом переводе сказано, что народ Божий должен был не просто смирять себя, а отвергнуть себя. Во-вторых, в этот день никто не должен был работать. Все должны были сконцентрироваться на этой важной теме, на том событии, которое происходило. И это была одна из самых важных церемониальных суббот среди народа Божьего в то время. Что же эти слова значат сегодня для нас? Если все это служение является прообразным, и сегодня оно проецируется на служение Христа, и вообще план спасения здесь нам открывается, то что мы, как люди суда, как народ в последнее время, не должны делать в это время? Как мы должны совершать это смирение, о котором сказано, и ничего не делать? Ну, конечно же, ничего не делать мы не можем, ну, и фактически сам суд – это процесс. Поэтому мы не можем исполнить эти слова буквально, но мы можем максимально создать для себя такие условия, ну, скажем, окунуться, находиться в такой атмосфере, чтобы помнить, в какое время мы живем. Второй момент. Мы с вами говорим о смирении сердца. Как мы можем это понять? Что от нас требуется? Есть ли в Библии какие-то тексты, может быть, или какие-то, может быть, мысли, которые помогут нам понять эти слова? Мне понравилось, как Вилбур Атвуд на своем семинаре, обращая внимание на вот этот вопрос очищения народа Божьего и вопрос смирения народа Божьего, он говорит, что лучший текст Библии, который помогает нам понять, что мы должны делать в это время, он записан в книге Псалмов. Псалом 138, 23 и 24 тексты. Это знакомые слова, и мы очень часто вспоминаем, читаем их, мы видим их, но они имеют огромное значение для нас с вами сегодня. Мы можем просто прочитать, но если мы не испытаем это в своей жизни, если это не станет нашей каждодневной молитвой, то есть риск того, что мы останемся со своими грехами и, в конце концов, утратим то, что мы можем иметь во Христе. Псалом 138, мы читаем с вами 23-24 тексты, такие слова. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Очень важные слова. Вы знаете, я уже делился своим благословением личным, что я какое-то время боялся молиться, такое молитвы. Я когда-то очень давно пробовал, но потом у меня был страх, что то, что мне будет открываться, меня раздавит. Но когда я начал лично сам изучать вопрос святилища и вопрос служения Иисуса Христа и увидел Христа не как осуждающего судью, а как ходатай адвоката, который желает оправдать меня, я на эти слова посмотрел в другом свете. Я понял, что нужно молиться и не нужно бояться обращаться к Господу с этой просьбой. И знаете, когда я начал молиться, в первый же день у меня начались проблемы. И, наверное, вы имеете похожие опыты. И что самое интересное, что эти проблемы касаются именно центральной, фактически сути вообще греха как такового. Что имеется в виду? Ну, корень греха – это что? Эгоизм. И поэтому сразу же Бог начинает скрывать нам, где мы начинаем свои права отстаивать и где мы требуем у себя повышенного какого-то внимания, еще чего-то. Лично для меня Бог мгновенно. И была очень неприятная ситуация. И, конечно же, было желание все так рубить шашкой направо и налево. Но вы знаете, в этой молитве есть три мысли, которые очень важны, три пункта, на которых обращает Библия внимание наше. Мы читаем. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышление мое». И дальше написано «И направь меня на путь вечный». То есть дай мне силу, чтобы победить. Знаете, я помолился только первой частью. Открой. Испытай меня на опасном пути. И сразу же ситуация показала, что я на опасном пути. И что же делать? Переживания, волнения, нервы. Но что же делать? Где найти выход? И Бог тут начинает тихонько стучать в сердце. Он говорит «Направь меня на путь вечный». Вот это следующая просьба, к которой мне пришлось молиться. Я писал «Боже, помоги мне подойти к этому человеку, не таить зла, обид, каких-то таких, знаете, придирок, а просто прийти и просто попросить прощения. И вы знаете, Бог делает такое чудо, что Бог дал эту силу, о которой мы здесь говорим. И я пришел к этому человеку, и Бог дал мне силу примириться, и все ушло как, знаете, как дым. Никаких обид, никаких, знаете, огорчений и страстей, которые пылают и бурлят в нашем сердце. И вот Библия открывает нам этот вопрос. Состояние народа Божьего в последнее время это народ, который обращается к Господу и не боится просить Господа, чтобы он вскрыл что-то, что там есть в нашем сердце и помог нам это преодолеть. Фактически все это нужно зачем? Зачем это все нужно? Стоит ли вопрос нашего спасения? Бог в Иисусе Христе наш принял, уже оправдал. Но есть еще то, что мы должны победить в своей жизни. Да? Или нет? Есть еще то, что Библия скажет, что Царствие Божие усилием берется. То есть есть наша часть. Есть одно то, что Бог прощает, есть наши мотивы, есть наши побуждения внутренние греховные. И Бог желает нас очистить и сделать себе народ особенный. Когда я размышляю об этом, мне кажется, это просто невозможная задача перед Господом стоит. Это настолько нужно сделать, а особенно когда смотришь на других людей, кажется, что это просто невозможно. А тот такой, и тот такой, а та такая. И кажется, ну как Бог может этих людей поменять? Это же невозможно. И сколько мне делать такого плохого, может быть? Как это может быть? Но что Библия говорит? Имеет ли Бог силу и способен ли Он спасти человека от этой проблемы эгоизма? Когда мы с вами читаем Библию, например, послание Ефесянам, 5 глава. Я прочитаю вместе с вами несколько текстов из Нового Завета. И что интересно, что я не обращал на это раньше внимания, но эти истины, они как раз открываются в свете первосвященнического служения Иисуса Христа. Ефесянам, 5 глава. Ефесянам, 5 глава. Что мы читаем здесь? В 5 главе, 25 текст, мы читаем такие слова. 5.25. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Мы видим с вами, что Иисус отдал свою жизнь за свою церковь, чтобы очистить, и мы читаем, «Он очистил баню водную». Через проповедь слова Иисус желает сегодня очистить свою церковь. Дальше мы читаем, к чему это приводит, чтобы представить эту церковь себе. Какой? «Чистая, не имеющая пятна или порока, чтобы она была свята и непорочна». Именно Христос в этих текстах открывается нам тем, кто желает и может очистить свою церковь от любого недостатка, мы читаем, и церковь, очищенную от эгоизма, себе приготовит. И Он представит эту церковь при втором пришествии, но прежде всего Он должен совершить работу. Когда мы читаем, что Господь придет и будет Его народ очищенным, то Он к этому будет подготовлен, к этой встрече. И сегодня эта работа очищения происходит. В послании Титу, 2 глава и 14 текст, мы также читаем такие слова. «Иисус отдал Себя за нас, чтобы избавить от всякого беззакония». Что такое беззаконие? Грех. Но в чем суть этого слова? Или корень этой проблемы? Эгоизм. Почему? Закон – это выражение характера Божьего. Бог есть любовь. Беззаконие – это что? Это эгоизм. И вот мы читаем с вами, что Господь отдал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония или от всякого эгоизма. Какая возвышенная планка, которую Господь ставит для нас с вами сегодня. И здесь не сказано «может быть», но здесь дается обетование. Обетование для его детей. Обетование о том, что он может совершить это. Очистить народ особенный, ревностный к добрым делам. Как же сегодня практически мы можем смирять свое сердце? Ну, первое, конечно же, это то, о чем мы всегда говорим и то, что является абсолютно истинным. Это Слово Божие, Библия и это Дух Пророчества. Слово Божие, Библия и Дух Пророчества. Если нам некогда или мы слишком заняты, а бывает тысяча разных причин, чтобы занять нас, даже может быть служение. Но когда мы пренебрегаем, к сожалению, временем общения с Господом, то мы утрачиваем такую возможность, чтобы Бог нам показал, что в нас не так. А сегодня сатана преуспевает еще более в этом деле. Сегодня говорит, ну Библию, читайте Библию, народ Божий. Но Дух Пророчества не нужен. В чем здесь опасность? Люди читают иногда, у нас будет на уроке в субботней школе книги малых пророков, например. Если читать этих пророков, можно подумать, что-то понятно, что-то непонятно. Я не оправдываю незнание или непонимание. Но одно дело читать то, что говорил пророк где-то две тысячи лет назад, три тысячи лет назад. А другое дело читать те вести, которые писал пророк современный. Которые пишут нашим языком. Которые пишут конкретно то, что мы сами сегодня переживаем. Совсем другое дело. И сегодня сатана отбирает у народа Божия эту очень важную весть, эту важную истину. Оставляет в незнании даже Слово Божьего, незнание Духа Пророчества. И человек таким образом блуждает в темноте. Поэтому Слово Божье, Слово Божье, свидетельство Духа Пророчества, свидетельство верного свидетеля, как мы читаем в Откровении, это те средства, которые помогают нам вскрыть нашу проблему. И которые помогают нам, которые указывают и ведут нас ко Христу, который может помочь нам решить эту проблему. Следующее, это, конечно же, молитва. И Библия говорит нам о том, что мы молились, и Иисус является для нас примером в этом вопросе. Он молился, и Он побеждал. Он молился, Он побеждал. И сегодня Бог снова обращает наше внимание на этот вопрос и снова обращает наше внимание на важность молитвы, когда мы можем выразить свое желание, согласиться с тем, чтобы Господь совершал свою очищающую работу в нашей жизни. И попросить Его дать силу, чтобы преодолеть то, что мы увидим. Его силы, Его помощь. Исследовать свое сердце. Это то, что мы увидели, и то, что следующим пунктом будет в наших размышлениях. Исследовать свое сердце. Но не просто, как я думаю, или как я поступаю, но почему я так думаю, и почему я так поступаю. Знаете, одно дело просто взвесить поступок, но другое дело проанализировать, почему я так делаю. Почему я задаю эти вопросы людям, например. Почему я именно так себя веду в отношениях с тем, так, с тем, так. Почему я это делаю? И это вопросы, которые Бог сегодня задает. Нету ли в этом каких-то корыстных мотивов? Не преследую я какое-то желание понравиться, или как-то выслужиться, может быть, или как-то себя реабилитировать, или спрятаться куда-то. Как я себя веду? Почему я так веду? И Господь желает нам это показать. И Он желает, чтобы мы анализировали, исследовали свои поступки, свои мысли и свои мотивы. В книге, четвертый том «Святерство для Церкви», на 522-й странице записаны такие слова. «Самоотречение», ну или же другими словами, то, о чем мы сегодня говорим с вами, о смирении сердца, означает способность управлять своим духом, когда страсти стремятся овладеть душой, сопротивляться искушению критиковать и придираться к людям, терпеливо относиться к своенравному ребенку, который не понимает слов и своим поведением огорчает нас и испытывает наше терпение. Стоять на страже своего долга, даже если другие окажутся неверны. Брать на себя обязанности там и тогда, где и когда это возможно. Не ради аплодисментов или политических соображений, но ради Господа, который поручил вам трудиться с непоколебимой преданностью делу, удерживаться от похвалы в свой адрес, чтобы другие хвалили вас, а не ваши уста. Иметь самоотречение значит делать добро ближним, когда тогда как вам больше хочется служить и угождать себе. Хотя ваши друзья могут вообще не оценить ваших усилий и не похвалить вас, вам нужно продолжать трудиться. Очень емкая цитата и очень много важных мыслей. Мы читаем с вами здесь, что необходимо сопротивляться искушению, анализировать, нету ли критики и придирок к людям, нету ли нетерпения по отношению к детям, нету ли стремления того, чтобы меня увидели, как я хорошо работаю и так далее и тому подобное. Внимательно. Четвертый том, 522 страница «Свидетельство для церкви». И дальше продолжается такая мысль еще. «Внимательно исследуйте свое сердце, чтобы определить, стала ли принята я вами истина твердым принципом вашей жизни?» Как часто я молюсь? Сколько времени я провожу в исследовании Слова Божьего? Это все вопросы, которые мы очень хорошо знаем. Но здесь мы читаем с вами «Внимательно исследуйте свое сердце», чтобы определить, стала ли принята я вами истина твердым принципом вашей жизни. «Берете ли вы с собой Христа, когда выходите из молитвенной комнаты?» Или мы забываем, о чем читали, о чем просили. «Стоит ли ваша религия на страже уст ваших? Испытываете ли в сердце любовь и сочувствие к окружающим, находящимися за рамками вашего семейного круга? Проявляете ли вы усердие в том, чтобы лучше понять библейскую истину и освящать своим светом других? Вы можете сами себе дать в ответ на эти вопросы. Да будут слова ваши приправлены благодатью, и пусть во всех ваших поступках сквозит христианское благородство». Христианское благородство – что это такое? Это как ты думаешь, так и жить, так и поступать. Следующий момент, каким образом мы можем смирять свое сердце, свою душу, как мы можем смиряться перед Господом – это полностью подчиниться Божьей воле и все второстепенное оставить на второй план. В том же четвертом томе на 522 странице написано так. «Начался Новый год. Что произошло в вашей христианской жизни в прошлом году? Что было записано о вашей жизни на небесах? Я умоляю вас полностью и без остатка отдать себя Богу. Не раздвоено ли ваше сердце? Всецело посвятите Его Господу прямо сейчас. Пусть в этом Новом году ваша жизнь изменится в лучшую сторону по сравнению с предыдущим годом». Такой совет. Такой совет, чтобы мы анализировали и чтобы мы полностью подчинили Божьей воле свою жизнь. А как это сделать? Об этом тоже было много сказано, и об этом также стоит размышлять больше и больше, и как я могу посвятить Богу все свое самое ценное, свои таланты, свои способности. Знаете, когда Господь призывает меня служить именно здесь, сейчас, в этом месте, я должен это делать. Если Он мне не говорит, чтобы я куда-то ехал, я не должен этого делать. Если Он меня призывает куда-то, я должен повиноваться Его голосу, я должен быть готовым слушаться того, что Он пожелает, чтобы было для меня, для моей жизни. Поэтому Бог сегодня призывает нас полностью подчинить Божьей воле все, что мы имеем. А как быть второстепенными? Что является второстепенным? Людям трудно уделить внимание незначительным жизненным проблемам, если мысли их заняты делами первостепенной важности. Но разве в этом не должно быть единства и гармонии? Человек, созданный по образу своего Создателя, обязан объединять большие обязанности с малыми. Он может быть поглощен неотложными и важными делами, забывая давать своим детям наставления, в котором они нуждаются. Он может посчитать эти обязанности менее важными, тогда как на самом деле они лежат в самом основании общества. Счастье семей и церквей зависит от домашнего влияния. Вечные интересы зависят от правильного исполнения житейских обязанностей. «Миру нужны не столько великие умы, сколько добрые люди, которые будут благословением своих семей». О чем здесь идет речь? Помните цитата? «Сущность истинной веры – это делать правильные вещи в правильное время». То есть мы не должны забывать о той ответственности, которую Господь возлагает в нас, если дети не оставляют без воспитания, без наставления, без Слова Божьего. Если еще какая-то ответственность, еще что-то есть у нас, не забывайте об этом. Господь учит нас этому. Следующее, как мы можем смирять свое сердце перед Господом, когда Бог открывает смиряться и принимать. Смирять свое сердце перед Господом. Также еще один пункт, еще одна мысль, каким образом мы можем смиряться перед Господом, это то, чтобы мы также исповедовались друг перед другом. Ведь все-таки Бог говорит о церкви, которую она чистит. И Иисус говорил, что «потому узнаете все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». То есть Господь, обращаясь к нам, говорит о том, чтобы между нами не было никаких напряжений, никаких недомолвок, недосказок, намеков и еще чего-то такого. То есть мы должны быть открыты друг к другу. Если кто-то что-то видит, если кто-то что-то мне открывает, что у меня есть проблема какая-то, мы не должны обижаться, мы должны принимать и благодарить за то, что этот человек может это сделать. Ведь в книге притчи об этом много сказано, не правда ли? А кто хвалит с самого раннего утра, тот хуже, тот враг, да. А тот, кто открывает обличение, это золото сказано, да? Или как? Или я ошибаюсь? Но, опять же, не всегда это приятно, потому что наша природа греховна, и мы радуемся тому, когда наше «я» может быть наверху. Но Господь сегодня желает научить нас другому. Пусть Господь нам поможет совершить эту работу. У Него есть сила, есть Его обетование, и Он обещает в Своем Слове, что Он поможет нам это сделать. Как Иисус поступал? Как Он жил? Является ли Он для нас примером в этом отношении? Конечно же. Всю свою жизнь Иисус отвергал свое «я». Он говорил, мы читаем об этом, Евангелие от Иоанна, 5 глава, 19 и 30 тексты, такие слова. Евангелие от Иоанна, 5 глава. Мы читаем пример Иисуса Христа. 5, 19. «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от Себя, ибо что творит Отец, то Сын творит так же». То есть мы видим с вами, что всю свою жизнь на земле Иисус отвергал свое «я». Он не позволял своему «я» делать ничего. 30 текст. Он говорит, «Я ничего не могу творить сам от Себя, не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца». Это Его Слово, это Его жизнь. Когда Иисус говорил Филиппу, Иоанна, 14 глава, 10 текст, помните, вопрос был задан, Иоанна, 14, 10, когда Филипп попросил «покажи нам Отца». Иисус в 10 тексте говорит такие слова «Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела». А где же Его Я? Растворено в Боге, в Отце. Помните Гефсиманию и молитву Иисуса Христа там. Не моя воля, но чья? Да, но Твоя да будет, Божия. И так далее, и так далее. Всю свою жизнь Иисус не позволял принципу Себелюбия овладеть им, руководить им. Он отвергал Себя. И в этом мы видим, что значит взять крест Христа. Это не испытания, ни трудности, ни проблемы, а это подчинение моей воле, воле Иисуса Христа. Может ли Бог произвести народ, который будет свободен от эгоизма? Это будет, наверное, одним из самых важных вопросов последнего времени, времени скорби также. В те дни не будет проблемой, наверное, живете ли вы безгрешной жизнью, но может ли Бог произвести народ, людей, которые скорее согласятся лишиться небес, чем обесславить Бога? И ответ на этот вопрос – да. Что же должны делать мы? Мы прочитали с вами, мы должны смирять свои сердца, отвергать свое «я». Пусть Бог поможет нам понять, что Церковь должна явить миру сегодня, явить Бога. Может ли Бог произвести народ, в котором отразится Иисус Христос? Конечно же. Мы должны помнить, что от нас требуется смирение сердца. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы поняли, какое время мы живем, и что Бог хочет произвести особенный народ, через который Его имя будет прославлено на земле. Пусть Бог благословит нас. Аминь. Помолимся. Наш Небесный Отец, мы обращаемся к Тебе во имя Иисуса Христа и благодарим Тебя за истину, которую Ты открываешь через Твоего верного свидетеля, через Слово, через Дух пророчества. И за то, что Ты призываешь нас к этому опыту с Тобою, опыту полного посвящения, отвержения своего «я», смирения сердца и принятия Твоей воли в нашу жизнь. Господь, по-человечески это невозможно, но Твое Слово обещает нам, что Ты можешь совершить это. И поэтому мы, как народ, обращаемся к Тебе ради Иисуса Христа и просим, чтобы Ты совершал свою работу в нас, в наших душах, в наших характерах. Помоги, Господь, нам иметь это исследование сердца и видеть, не на опасном ли мы пути. Помоги, Господь, нам и дай нам силу, чтобы преодолевать все то недоброе, эгоистичное, что есть в нашей природе, силой Твоего Духа, Твоим даром, который Ты обещал Твоему народу. Просим ради Иисуса Христа. Просим, если мы будем забывать об этом, если мы будем снова искать от Своей воли, Ты напоминай нам, Твоим Духом, эти слова, чтобы мы могли вспомнить и принять их и прославить Тебя. Ради Иисуса благодарим за услышанную молитву. Аминь.